О-моё, немедленно казнить, распятие, пожизненное рабство! Человек особого типа не может чувствовать себя частью современного общества, поскольку оно лишено какой бы то ни было формы, поскольку оно не просто опустилось до уровня чисто материальных, экономических, физических ценностей, но даже не желает замечать существование иных уровней. Юлиус Элла, оседовать тигра. Приветствую, друзья, вы на канале Братья Эллики, и сегодня мы играем за коммунистов. Нет, мы играем за коммунистов, которые резко перейдут в национал популизм, и там у нас будут физо-маги, Римская империя и даже кастовая система в 20 веке. Ну что же, поехали. Итак, идти, если что, мы будем вот этим красавчиком Юлиус Элла в благородный Легион Пробуждения. Тем временем мы помним фашистов. Ты там? А чёрные рубашки Юлиуса Эллы уже стремятся к власти. И вот первое решение. Нам, чтобы привести национал популистов, придётся брать решение, и всегда тут нужно будет «Легион обретает силу». Ну вот, кстати, вот тут рост поддержки фашистов в Сицилии, на Сицилии. Тут желательно тратить всё-таки политку, чтобы фашисты не набирали популярность и потом точно пришли национал популистов. Элла объявляет марш на Неаполь. Благородный Легион Пробуждения в его своем намерении маршировать на Неаполь и свергнуть непопулярного председателя, заявив, что превосходство правительства иностранных капиталистов-социалистов на народном Италии было слишком почвим. Вот так вот, марш на Неаполь. Ну и вот-вот, вот тут марш. Около 11 тысяч вооружённых людей маршируют на Неаполь к зданию Конгресса, требуя, чтобы государство было отдано силе традиции. Тут нам нужно выбрать очевидно, пусть они маршируют. Будем надеяться, что они не вызовут проблем. Ну, понадейтесь, социалисты. Итак, у нас тут первый Конгресс Третьего Интернационала, и после войны с мафией мы можем начинать начало Четвёртого Съезда, и именно он решит, кто будет главой державы. Вот тут нам придётся взять три разных решения, то есть проголосовать за три разные партии, вы увидите, что вы пришли к власти националопопулистов. Первый вопрос. Экономическая политика. И тут, предположим, сосредоточимся на индустриализации. Второй вопрос. Внутренняя политика. Пускай будут коммуны, радикальные социалисты наберут. И третий вопрос. Религиозная политика. Давайте тогда поддержим тоталистов. И получается, мы три было разных решения, мы поддержали три разные партии. Ни одна фракция съезда не вышла на первое место, правительство зашло в тупик. Страна снова погружена в хаос, а лидеры пытаются найти какой-то компромисс. И вот теперь мы можем выбрать. Посмотрите, сколько всего. Легион Эволы. Что, Легион захватил порты и другие города во время марша. И без каких-либо приказов для армии отбросил, отбросить их назад. Ему удалось взять регионы с небольшим сопротивлением. Таким образом, в настоящий момент, Легион берет власть над целой частью Италии. У нас теперь сицилийский легион. Барон Юлиус Эвола. Национал популизм, эзотеризм. Это база. И сразу смотрите, что у нас есть тут. Промышленный концерн. Скоро встретиться военных заводов и фабрики. Я беру первым делом. Вот это поворот! Первый же фокус у нас. Оседла тигра. Барону Юлиусу Эволе, его радикальным традиционалистам, наконец удалось вернуть власть социалистов Италии, его последовательно марширующие по улицам, убивая сторонников старого режима. И мы должны позволить этому продолжаться, пока мы концентрируем их в единые сплоченные силы. Борьба за традицию. Отличные бафы, точнее дебафы, где ежедневный прирост политики минус 10, ежемесячный прирост населения минус 30, стабильность минус 35, стабильность неделю минус 30, минус эффективность. Но хоть урон наносимый гарнизон, а меньше еще и темпы исследования в электронике. Зато поддержка войны сразу 75, а? М-м-м-м. Битва за Барри. Ё-моё, немедленно казнить, распятие, пожизненное рабство. Похоже, что некоторые из войскоохраняющих порт Барри еще не поняли, что их правительство действительно проиграло. Что с ними делать? Пожизненное рабство. И теперь он называется Нобеле Легионе Дель Ризвельо. Аристократический Нобель, Нобел. Легион Возрождения. Ну, у Максима спросите, он там в Италии, как у него. Просто оцените название следующих фокусов. Рыцарь Играаля, конфискация дегенеративных богатств, аристократическое финансирование, героический идеализм, патриархальные традиции, кровь и дух, настоящий король или вам оккультное общество. Но прорвемся-то на Римской империи. Поехали. Рыцарь Играаля. Для достижения наших целей нам потребуется нечто большее, чем просто организованное оплачение. Рыцарь Играаля, названных в честь тех, отправившихся в это древнее путешествие, представляя собой уважаемое общество. Я думаю, пока нам особо нечего другого брать, идем быстренько по фокусам Эволы и стремимся к объединению Италии. Ну, ну как, как можно оставлять север Юлиусу четвертым? Видели, как он выглядит? Ну, чисто Юлиус четвертый и наш барон. Юлиус четвертый. Вот это в шапочке поп. И наш барон. Это вот база. Да в плане нет, ну это шо за покемон-то? Итальянская федерация объявляет войну Австрийской империи. Ну ты шо придумал, Юлиус? Ну что, а какое вы наказание за воровство? Хоть и два пальца, одна рука или жизнь. Жизнь дает больше всего стабилки. Рыцарь Играаля вырезают либералов. Если что, осуждаю. Настоящий король. Наконец-то пришло время заменить либеральное иностранное правление Бургонов, само существование которого было насмешкой над нашими традициями победа центральных держав, доказывает, что не Эммануил Третий был виноват в гибели Италии, а внутренние социалисты и либералы, не позволявшие централизованной мархи, точить на смеси с нашими неверными демократическими или зараженными большевиками союз. Теперь у нас Виктор Эммануил и Юлю Сэлла, который поменял портрет. Вот это красавчик. Нам нужна суверенность за пределами государства. Нам вот сюда нужно аж дойти, чтобы у нас был фокус на завоевании Итальянской Федерации. Понятно, конечно, что будет с этой Итальянской Федерацией. Так добавлена идея элиты легионеров. Время подготовки дивизии минус 10. У Эйвен Лена обязана население 1,5. Атака пехотной дивизии. Еще и стоимость сухопутной доктрины минус 10. Неплохо. Ну так тут тоже Карл. И тут Карл. Карл воюет против Карла? Карл! Не ты, Карл. Карл! Уже давно ходят слухи об Эйвене и Эйвел и его ближайших последователей к магии эзотерики. Похоже, что его взгляды распространились на некоторых членов знатей легионов, которые теперь интересуются его литературой и получают доступ к книгам, исповедующим новую веру. Эвалианская грань, что за все жиренные пресс-политки потерят источение минус, фабрики производящие товарноарноупотребления минус, плюс табил, плюс шифровые. Мы потом кетлонтов, гиперборейцев и римлян, что делает нас способны содержать расу с лучшими традициями, формирующей энергией. Австрия все-таки победила Италию, и теперь тут австрийская Италия. Марионетка твоя левая. Наконец-то короли нашей власти установили полное господство, теперь мы должны признать наши внутренние расы и касты, чтобы каждый человек мог полностью реализовать свой потенциал, как это было задумано. Когда рабы, крепостные и купцы должны подчиняться дворянству, и каждому дана форма правосудия, которую они заслуживают, ничто не может остановить нас. Теперь мы можем объявить войну австрийской Италии. И нам придется воевать против всего вот этого говна. Но что-то мне почему-то подсказывает, что мы сможем. Что мы сможем вот тут дойти до реки и, возможно, занять позицию по Венеции. Мне что-то подсказывает, что мы сможем. Субтитры создавал DimaTorzok Закотлить, 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 котликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотликотли здесь конец смотрите зато теперь они пытаются нас пробить это прям супер интересно через реку и посмотрите кстати какого нас появилась идея восстановите римскую империю но для этого нам сначала придется победить получается обственно нужно после конференции аннексировать всю италию но знаете у них все меньше и меньше людей становится так что вроде бы прогресс есть так сказать практика черной магии фабрики производящий товар народного потребления многие проводят ритуалы на удачу и пытаются покраклять своих врагов вы спросите как я пришел к таким умозаключения из уже 18000 осталось в австрии но скоро она просто начнет умирать такими темпами их дивизии так что пусть бьют пусть бьют особенно через реку бейте ребята бейте а few moments later поехали поехали верона 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 сдавайся верона верона я тебе возьму 12 секунд мало мы их отрезали мы отрезали вот это все 3032 дивизии но когда мужа этот котел закроем ну знаете рано или поздно не проиграют мы все их пробиваем и пробиваем пробиваем и пробиваем пробиваем и пробиваем 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 и пробиваем итальянцы сейчас ударят по австрийской вене А, даже так, смотрите, все, мы победили в... Соло. ЧИИИИ! Отбили земли Италии у социалистов, республиканцев, королей президентов и папства. Благодаря нашей неоспоримой мощи возрождения древнего духа мы наконец сможем вернуть Риму то величие, которого он заслуживал. Конечно, Римской империи. Да Романуил и барон Юлиус Эвола, поговорим. Знаете, хотя давайте даже с интеграцией разбираться уже в начале следующей серии. Мне кажется, мы сделали очень много, даже если это все будет в нашем арене, мы сделали просто огромнейшее число вещей. Возможно, я думаю, с следующими противниками у нас будет Франция, Британский Союз, но это уже будет в следующей серии. А вам спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и встретимся во второй серии Шизооборона Эволы и Римской Берии.